Привет, друзья! Ну вот, например, мне звонят и говорят, что странное дело. Мы с вами, говорит, вроде там переписывались, я вроде бы ничего не делал или не делал, а у меня такое ощущение странное. Вот эти ваши упражнения, говорит. Как может быть такое, что такая простота, вроде ничего совершенно не делал, но сплю после этого, говорит, 3-4 дня подряд, никак не могу проснуться. Сплю и сплю. И потом вдруг я вспоминаю вашу с кем-то беседу, там ролик на Ютубе, что вы, говорит, говорили, что человек себя не слышит, и когда находится в постоянном стрессе, привыкает к этому, а вот только стресс снял, и вдруг организм подсказал, что ты давно не спал. И я, говорит, действительно так и чувствую, что я, оказывается, тогда был в таком напряженном состоянии, постоянно себя загонял, загонял себя, как конь. А как только снял стресс и говорит, вот и сплю, и сплю бесконечно. А я говорю, ну вот и молодец, вот теперь наконец ты себя услышал. А почему ты удивляешься? Упражнения потому простые, что ты просто ходил в чужих ботинках, они тебе жали, 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 а когда ты совершил этот принцип подбора путем перебора, нашел свой размер, это так просто. Снялось сразу напряжение, там как будто ты ничего и не делал. А вот другой пишет, и он говорит, слушайте, а почему так? Вот все хлест делают и как-то раскрепощаются, лучше себя как бы чувствуют. А я, говорит, хлест сделал, говорит, и у меня такой гнев, такая злоба появилась. А почему, говорит, они, говорит, успокаиваются, снимают стресс. А я, говорит, такой какой-то стал вообще как заведен. А я говорю, а что тебе при этом хочется делать? А он говорит, орать хочется. Я говорю, так ори, а как я могу орать, если подумать, что я чокнутый? Так там же разгрузка идет, вот ты, если ты выполнишь, ты видимо все время напряжение, да, говорит, я все время не в своем ритме живу, на работу надо, и там постоянно конфликт, я себя держу в руках, все время ровное состояние, сделал хлест, аж простой. И такой гнев, у меня, говорит, раньше такого никогда не было. Я говорю, ну, знаешь, тебя держал в руках, а теперь ты вдруг снял напряжение лишнее, сбыточное, и у тебя вылезло то, что тебе хочется делать. Это же сама идентификация происходит. Орать хочется, ори. Спать хочется, спи. Петь хочется, пой. Да-да-да, как раз-таки там ты, наконец, себя начинаешь слышать. И сделай то, что ты слышишь. Ну, а я же не виноват, что ты не можешь, дверь закрыть, и аппарат не можешь. Ну, ты выйди в чистое поле. Это свобода в чистое поле. Ори там сколько хочешь. Ну, вот я хочу вам что сказать. Почему это просто? Это просто в том смысле, что когда вы находите действие полностью, соответствующее вашему состоянию, сразу снимается избыточное напряжение. И сразу вы начинаете чувствовать, что организм давно хочет. Да-да-да. А вот большинство людей чего хотят? Творить уже хотят. Вот у них уже нету такого истощенного состояния, типа давно не спал там, или давно себя держал в руках и никак не выпускал пар. Поэтому вдруг... Ну, вот... А у них появляется хорошее состояние, творить хочется. А мы этим как раз и занимаемся. Открываем таланты и способности, давно заторможенные. Потому что когда человек встретит... Слушайте, его третий теперь мне звонит и говорит. Когда мне надо себе ставить установку в этой части применения метода или в этой части применения метода, я говорю, а ты чего хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы у меня там живот нормально работал. Я говорю, здоровым хочешь быть? Да. Ты для этого это делаешь, да? Какие тебе еще установки нужны? Вот же она твоя установка. Поэтому ты просто делаешь эти упражнения по зеленой зоне. То есть подбираешь те, которые комфортные, отбрасывая те, которые некомфортные, по минуте их примеряешь, как примеряешь ботинки в магазине. Вот это все делаешь, но потом не забудьте, если посидеть, стадия посидеться, будет бесплатный ликбайс, выходите в зум, задавайте вопросы. Потому что когда вы мне пишете, а у меня страх, страх, как быть? Да я же не вижу вас. Я не знаю, что вам сказать. Может вам 10 лет, может быть 40, а может вам 80. А может у вас просто криз был, шли по улице, давление подскочило, спазм сосудов, кислорода в клетки не попадает, как сколько нужно, гипоксия небольшая. И у вас потом осталось вот это, вздых по фазе, подвышенном состоянии, вы все время ждете, как солдат на фронте, когда эта бомба еще раз на вас валится. И все время паники, паники, паники от любого напряжения. Но выходите, чтобы я видел, что у вас. Я вам дам совет. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok